Я бы посоветовал смотреть на вещи гораздо шире. В первую очередь, какая сегодня цель Путина? Для него самое главное не победить на фронте, на переднем крае. Я упоминал о погибших солдатах Айдара и многих других батальонов. В первую очередь, он хочет, чтобы украинцы сами себя победили, и чтобы не состоялись те реформы, те изменения не случились, которые сделают эту страну, прекрасную европейскую страну, огромную страну, настоящим государством, успешным государством. Путин, это абсолютно та же самая тактика по отношению к Грузии, к Молдове, как всем странам. Он хочет, чтобы мы были несостоятельными странами, и народы которого сами придут к Путину и скажут, что, пожалуйста, дядя Путин, лишь бы был... Дядя Вова. Дядя Вова. Лишь бы был такой, хотя бы плохой мир, какая-то стабильность, какая-то пенсия. Ну, ты нас рассуди там и, так сказать, разложи все по полочкам. Вот этого хочешь. Главное. Поэтому, когда мы говорим об национализации, в первую очередь, мы должны думать, что Украина должна стать сильным государством в экономическом плане. В первую очередь, что Украине нужно, это инвестиции. И доверие инвесторов. Что даст возможность получить заработки гражданам Украины и получить реальные доходы бюджет Украины, которые пойдут на оборону и которые пойдут на социальные нужды, на пенсии и так далее. Поэтому, если говорить о национализации, нужно взять за шкирку многих тех толстосумов, которые на протяжении этих последних лет грабили эту страну. А сегодня есть война. И по законам военного времени нужно их судить. По законам военного времени. И за шкирку вот так этих консионеров. И вытрести, как мы сделали. Я ничего не говорю того, что мы не делали для себя. И чего я не желал бы для Грузии. Барон Игорь, я очень извиняюсь. Нам надо сейчас прерваться. Вы продолжите в следующей части программы. Я хочу отобрать у них те миллионы, сотни миллионов, и положить эти миллионы в казну, чтобы они служили народу. Спасибо. Спасибо.